Еще один солдат вернулся домой. Житель Сочи, Арудвар Ваштян, спустя десятки лет узнал, где похоронен его дядя Красноармеец. Годы поисков погибших во время войны, в числе которых не только брат отца, для мужчины не прошли даром. Благодаря запросам во всевозможные архивы мира и воспоминаниям выживших сослуживцев, ему удалось узнать, где погиб и похоронен родной дядя. Так его давнешняя мечта сбылась. Вместе со своей женой он приехал возложить цветы на могилу родного дяди. Я плясал от радости, честно говорю, я от радости плясал, что вот нашелся там, отец слезу пустил. Сначала хорохорился, что да, сколько времени прошло, но когда я показываю документ, читаю, что вот оно, у него слезы пошли. Поисковые и исследовательские работы на месте воинского захоронения узников шталак-324 проходят уже не первый год. Через этот лагерь военнопленных прошли 36 тысяч солдат. Каждый из них погиб замученным или расстрелянным или от неизлечимых болезней. Только на Гродненском кладбище Аульс в четырех братских могилах погребены почти пять тысяч солдат. Именно практически трех тысяч известны. Пока поиски прекращены, поскольку все массовые захоронения в микрорайоне Фолюш уже исследованы. Но вскоре они снова возобновятся, только уже на территории Гродненского района. Ведь абсолютно каждый солдат должен вернуться домой. В свое время это были огромные большие рвы размером примерно 8 на 36 метров, в которых массово штабелями находились останки. Изначально, когда массовой гибели еще не было военнопленных от болезней и так далее, то были одиночные захоронения. Они, возможно, где-то там и находятся. Это нужно еще проводить исследовательскую, поисковую работу. Возможно, они будут найдены. Продолжение следует...